Конференц-зал района администрации выглядел необычно. Торжественная обстановка, звуки оркестра, радость на лицах. Все это день труда. Уже 13 лет в Подмосковье отмечают этот праздник. У нас в районе это стало хорошей традицией – собирать представителей трудовых коллективов, чтобы поздравить их и поблагодарить за отклад, который они вносят в развитие экономики нашего района. Благодарность от губернатора Московской области получили наладчик автоматов и полуавтоматов Солочногорского стекольного завода Сергей Васильев, инженер эксплуатирующий компании Солочногорского района Михаил Вересов, главный государственный налоговый инспектор Федеральной налоговой службы Тамара Князева, заместитель председателя районного комитета по народному образованию Владимир Красин, старший сменой 29-го поисково-спасательного отряда Алексей Николаев, главный инженер эксплуатирующий компании Солочногорского района Александр Экард. Благодарственные письма от губернатора Московской области получили заведующая Солочногорским фельдшером Акушерским пунктом Солочногорской ЦРБ Татьяна Карпова. Почетными грамотами Московской областной думы награждены электромонтер связи завода Лепси Надежда Лепеха, ответственный оператор котельных эксплуатирующих компаний Солочногорского района Ульяна Ухольникова, главный технолог фирмы Автоэр Ирина Подопиальская. По счетным знаком Московской областной думы за труды и за трудовую доблесть награждены ряд руководителей предприятий и организаций района. Награды областного комитета по труду и занятости населения Московской области получили Нинастия Трофимовых из НПО «Стеклопластик», специалист по охране труда завода Харрис СНГ Татьяна Орлова. Почетную медаль «Благодарность о земле Солочногорской» получил мастер производственного обучения ДОСАВ Сергей Бобров. Почетные граммы главы района удостойны педагог Солочногорского техникума отраслевых технологий Веры Царькова, руководитель авиамодельного объединения Орлята Геннадий Черненко. Также благодарственные письма главы района получили ученики 11 класса Иван Кулаков и Сергей Иванов за первые и вторые места в конкурсе «Моя будущая профессия». Самый маленький награжденный детсадовец Слава Барашевич. Он выиграл в конкурсе «Лучший рисунок подделка профессии родителей». Екатерина Фоксичева, Владимир Киселев, Солочногорская телевидение, информационная программа «Наше время».